Всем привет! Было несколько вопросов, как создать вот такой вот круговой индикатор выполнения. Сейчас мы создадим его. Он создается с помощью материала. Вот у меня есть некий предмет, при входе в который, допустим, персонаж как будто бы какое-то время его открывает. То есть я нажимаю буковку Е, время какое-то проходит, и она открывается. Для этого люди хотят сделать вот как раз-таки этот анимированный круг, чтобы как будто бы идет поиск или что-то, или открытие какого-то предмета. Создадим материал. Это у нас будет, пусть будет, ну давайте просто материал круг. Сам материал мы переводим в User Interface и Blend Mode мы переходим в Translution. Это для того, чтобы было прозрачность, которую нам тоже надо будет создавать. Давайте начнем сначала с самих кругов. Ну, первое, что нам необходимо, это нода. Так, это у нас Radial Gradient Exponential. Мы ее делаем в двух видах, то есть нам надо две. Первое, это будет основной круг, второе будет, так скажем, вырез в этом круге. Теперь нам необходимо, во-первых, подать радиус. Так, нажимаем циферку 1, щелкаем по экранчику. У нас появляется здесь вот значение, да? Выставим здесь 0,5 значение, подадим радиус. И мы можем вычесть наш первый, допустим, самый большой, да? Мы вычитаем с абстракт 2. И далее можем подсоединить, чтобы хотя бы просто смотреть. Ну, в данном случае здесь у нас будет все черное, потому что... Давайте цифры 3 нажмем и кликнем по экрану. И подадим наш цвет какой-нибудь, пусть будет красный. Сейчас он тоже не будет отображаться. Есть некие проблемы. Так, давайте здесь еще поставим Multiply. Пока поставим единицу. Можем Start Preview сделать, но, опять-таки, на черном мы этого не увидим. Кроме того, что мы еще должны подать некоторые ноды. Во-первых, из-за того, что я подал радиус один и тот же, нам, к сожалению, надо его на втором, естественно, уменьшить. Сделаем мы это обычным вычитанием. Подадим минус какое-то значение. Давайте это будет 0,2. И у нас уже что-то появляется, да? Так, давайте Stop Preview. Ну, вот уже мы все получаем, что нам необходимо. Multiply нам все равно пригодится, так что мы его не убираем. Теперь, вот это у нас значение будет четкость. По сути, вы можете вытащить ее как переменную, буковку S как параметр, да? Давайте, как оно там пишется? Пикнес, вроде, да? Если я не ошибаюсь. И здесь мы должны подать какое-то значение. Как раз-таки, вот я сейчас буду изменять. это у нас единица. Это вот то, что вот снаружи остается. Единица. Если она пишет 0,4, это уже практически полностью. Ну, так и оставим 0,2. Теперь нам нужно еще подать Density сюда. Это будет у нас... Так. Давайте тоже через переменную. Так, пусть это будет Defection, Density. Подаем сюда значение. Ну, давайте... Стандартное значение Default Value 22,33. Просто будем частично увеличивать. 10. У нас уже более четкий круг появляется. Допустим, 50. Вообще, края совсем четкие становятся. Ну, и так далее. Там пусть будет 100. Есть некие нюансы все равно. Размытие. Но... Либо у меня в глазах размывает. Теперь у нас круг уже есть. Давайте чуть-чуть ниже опустим его. И далее создадим наш как раз таки элемент, который будет вращать. То есть, ну, образное появление, так скажем, этой части, которая нам необходима. В данном случае у нас полностью все показывает. Для этого нам необходима текстурная координата. Нажимаем буковкой U на клавиатуре и тыкаем по экрану. И... Есть такая нода. Так, давайте так вызовем. Custom Rotator. То есть, мы делаем поворот, по сути. Так, здесь вот эта нода нам как раз таки нужна. Давайте ее разделим на 2. То есть, мы сделаем, что вот эта 0,5 у нас будет в половине. То есть, вот эта 0,5 это образная ширина. 0,25, если мы разделили, да, ее, вот здесь она станет посередине. И как раз таки далее мы должны снова вычесть. Получается общая часть. Сейчас мы это, наверное, не заметим. Ну вот, половина у нас получается. Но немножко ее надо будет резкость подать. Этого вычитания. Так, мы должны еще здесь выбрать ноду Vector. Получается, toRadialValume. Выбираем Math. И если мы... Так, давайте чуть сдвинем, чтобы побольше места было. Если мы подойдем сюда, видите, да, у нас уже более четкая такая получается. С нуля до единицы. Ну, для этого нам необходимо подать сам значение процента. В данном случае, давайте, 50. 0,5 точнее. И вот здесь уже становится более светлая. Если мы подадим через ноду Flour. Как раз таки мы начнем уже обрезать. Как вы видите, у нас начинается сверху, да, против часовой стрелки. Ну, значит, нам необходимо еще сделать, так скажем, типа интерполяции, да, образно. Перевернуть нашу картинку. Потому что у нас же не вот так всегда заполняется круг, а в обратном, наоборот, направлении. Здесь мы сделаем просто умножение. Multiply. Подадим ее сюда. Видите, мы уже умножили на единицу. И уже практически все готово. А если мы умножим минус единица, у нас получается здесь, для того, чтобы мы оказались сверху, допустим, справа, да, ну, здесь я минус единица, минус 11 написал. Но это ничего не даст все равно изменения. Чтобы мы оказались сверху, справа, нам нужно умножить не на одну, не одно значение, а двойное значение. Мы берем на клавиатуре, нажимаем цифру 2 и тыкаем по экрану. Здесь у нас получается двойной, x, y. Мы подаем сюда. Здесь мы подаем единицу. Здесь мы подаем минус единица. И у нас как раз таки круг становится необходимым. Давайте вот выпустим большее значение. 0,7. Вот, чтобы мы видели заполнение. Если мы здесь выставим минус единица, минус единица, у нас начнет снизу вверх, то есть выполнение вот так происходить. Но здесь, как вам уже более необходимо, как раз таки вот этим, так скажем, вектором вы можете регулировать. Ну, осталось нам только подать сюда параметр. Назовем его percent. И чтобы мы подавали сюда значение не от нуля до единицы, а, допустим, от нуля до ста, мы здесь просто давайте разделим сразу на 100. и подадим в это значение. То есть, если у нас будет 70%, у нас как раз таки здесь от нуля до единицы подастся как необходимо. Если мы сделаем 45%, естественно, вот так вот будет заполнение происходить. на этом все. Вот это, да, мы практически приготовили. Осталось нам это лишь внедрить какой-нибудь виджет и уже создавать. Так, сохраняем. Виджет у меня уже готов. Единственное, что нам необходимо за место какого-то фона, допустим, да, вот у меня как будто бы клавиша. Здесь я просто поставил изображение с color, да, то есть какой-то выбрал цвет. Но изображение мы можем выбрать как раз таки наш материал. материал у нас называется круг. Пусть это будет так, как мы его назвали. Как видите, да, то есть наши проценты уже поставленные здесь, они отображаются сразу отсюда. чтобы такого не было, мы сразу выставляем значение 0. Выбираем, допустим, необходимый цвет какой-нибудь, какой вам нужен. Пусть будет вот такого цвета. Сохраняем. И здесь создаем уже какую-то функцию, которая будет нам подавать сюда значение. и заполнять этот круг. Создаем функцию, добавляем. Пусть это будет percent, это проценты, да. Мы на наше изображение, которое должно быть открыто, из визе, variable, да, то есть мы должны его, могли вот сюда вот поставить и уже использовать. То есть нам нужно подать set brush from material и мы сюда вот подаем наш материал. но для того, чтобы нормально изменять параметры, создадим create dynamic material instance. здесь мы как раз таки подаем наш материал. Давайте сохраним это локальная переменная. пусть будет пусть будет надкруг reference и подаем в это значение. Соединяем. теперь нам необходимо еще из этого ноды, да, так скажем, переменной давайте ее вытащим и поставим set scolar параметр value. Наш параметр name мы назвали percent. Давайте сразу скопируем. Если вы ошибетесь, она не будет работать. percent. И здесь мы будем подавать сразу значение уже при выполнении. Также вы можете сделать, что допустим, ваша буковка E, на которую нажимать надо, будет тоже показывать процент выполнения. естественно, вы должны ее открыть из variable. Далее уже вытащить текстбокс как раз таки текстблок, который вы называли и set текст подать значение. Давайте здесь просто сделаем разветвление так скажем просто точку разветвления и сделаем, что после запятой у нас не будет никаких цифр. цифр. Все. Чтобы у нас были четкие нормальные цифры. Можно, конечно, через математические значения выставить, но достаточно и такого. Так, ну и теперь нам нужно открывать коробку с этим виджетом и с этим круговым заполнением. Здесь давайте сохраним. Вот у меня есть коробка, которая принимает входящий input, допустим, клавиша E, через gate, через ворота вот эти открываются. С помощью коллизии она определяется, тоже зашел персонаж, создает виджет, показывает его. При выходе из коллизии просто удаляется виджет. Ну и здесь я создал простую систему, не особо парюсь, просто в таймере каждые 0,3 микросекунды прибавляя значение до 100, если оно равняется, то мы выполняем открытие коробки. Это не является информативным, но просто если вам вдруг интересно. Давайте виджет у нас как раз таки тот, который необходим, тот, который мы редактировали, вот этот. Но нам надо вызывать здесь подачу процентов. В данном случае у меня проценты будут из этого виджета функции percent, который мы создали, подаваться и мы где-то вот здесь выставим. Если percent у нас будет равняться 100, мы останавливаем таймер и через какое-то время удаляем виджет и открываем коробку. Давайте проверим. Подходим, у нас появляется виджет с буковкой E, нажимаем букву E и у нас заполняется круговой индикатор и открывается коробка. То есть я здесь сделал, что у нас показывается проценты давайте выключим их вот которая как раз таки нашей функции percent давайте заполним еще с помощью такого то есть и у нас вот так вот заполняется и открывается все в принципе не сложно а на этом все до скорой встречи всем пока пока Продолжение следует...